Партнер проекта группа компании Юрпроф. Весь спектр юридических услуг. Телефон 751363. Генеральный спонсор места происшествия. Станция технического обслуживания «Сервискар». Произошло ДТП. Ваш автомобиль нуждается в ремонте? Станция технического обслуживания «Сервискар». Кузовные работы любой сложности. Вклейка стекол. Качественная подготовка и окраска профессиональными материалами. Заправка кондиционера. Устранение ошибок блока управления двигателем. «Сервискар». Доверь свой автомобиль профессионалам. Здравствуйте. В эфире первого городского проекта «Место происшествия». В студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Скончался на месте аварии. Водитель Волги, двигаясь в направлении улицы Производственной, совершил наезд на пешехода 94-го года рождения, который, по предварительной информации, переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. На перекрестке улиц Солнечной и Воровского водитель Волги сбил пешехода. Отомстила за мать. Суд приходит к выводу, что она может продолжить московское суднодельность, а также оказать воздействие на свидетелей. Солюзмение последних показаний, так и известные места их проживания и контактные данные последние. Ленинский районный суд продлил арест 21-летней Анастасии Шаховой, которая задушила пенсионера шарфом. Избил до полусмерти. Видя, что потерпевший перестал подавать признаки жизни, обвиняемый посчитал, что он умер и прекратил наносить удары. Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Вятских Полян, которого обвинили в покушении на убийство. Один человек погиб в ДТП на перекрестке улиц Солнечной и Воровского. Там водитель Волги сбил пешехода. Подробности этой аварии в нашей рубрике «Сводка происшествий». По данным ГИБДД, трагедия произошла в ночь с пятницы на субботу. Пешеход переходил дорогу на регулируемом перекрестке. Водитель Волги, двигаясь в направлении улицы Производственной, совершил наезд на пешехода 1994 года рождения, который, по предварительной информации, переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате пешеход получил травму, от которой скончался на месте ДТП до приезда машины скорой медицинской помощи. По словам очевидцев, во время аварии шел дождь и видимость для водителей была затруднена. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Ночью на филейке у самолета произошла еще одна авария. «Лада» девятой модели врезалась в бордюру пешеходного перехода. Сразу после ДТП виновник происшествия убежал, а его машина так и осталась поперек дороги. Очевидцы предположили, что водитель был пьян. На переднем сидении осталась пробка от пивной бутылки. На улице Преображенской в исторической части города вспыхнуло деревянное здание, которое жильцы соседних домов использовали в качестве сарая. В итоге вся двухэтажная постройка длиной в несколько десятков метров сгорела. На место ЧП выезжали четыре пожарных расчета, работали около 20 сотрудников МЧС. По предварительным данным, ущерб от пожара составил около 140 тысяч рублей. Сотрудники магазина на улице Лепси попытались задержать покупателя, который выходил на улицу. Им показалось, что мужчина похитил бутылку пива и попытался скрыться. Администрация супермаркета обратилась в полицию. Однако после ревизии проверки выяснилось, что мужчина в магазине ничего не похищал. Теперь руководство предприятия приносит покупателю свои извинения. Сергей Пичугин, место происшествия. Ленинский районный суд продлил арест 21-летней Анастасии Шаховой. Мать двоих детей задушила пенсионера шарфом. Убийство произошло в квартире на улице Чапаева. По данным следствия, девушка решила отомстить потерпевшему за избиение своей матери. Как стало известно, мать обвиняемой пожаловалась дочери на потерпевшего пенсионера. Якобы тот избил ее и забрал куртку. 21-летняя Анастасия решила заступиться за мать. Девушка была пьяной, она нашла 60-летнего мужчину, избила его и забрала куртку обратно. Потом вновь вернулась в квартиру к потерпевшему и задушила его шарфом. На основании изложенного постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемой Шаховой У обвиняемой остались малолетние дети 2009 и 2015 годов рождения. Также Шахова была ранее судима за кражи. Сейчас Следственный комитет уже заканчивает расследование этого уголовного дела. Дети обвиняемой переданы законным представителям. Следственный комитет закончил расследование в отношении 24-летнего жителя Вятских полян, которого обвинили в покушении на убийство. Преступление произошло в конце августа в одном из баров. Там потерпевший Котельников и обвиняемый Михеев вместе выпивали. Потом произошел конфликт и жестокое избиение потерпевшего. По данным Следственного комитета, Михеев нанес более 30 ударов по телу Котельникова. Бил руками, коленом и ногами. В частности, 21 раз обвиняемый ударил ботинком по голове потерпевшему. Видя, что потерпевший перестал подавать признаки жизни, обвиняемый посчитал, что он умер и прекратил наносить удары. После совершения покушения на убийство, молодой человек увидел, что из кармана брюк потерпевшего торчит сотовый телефон. И убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он сотовый телефон похитил. После чего с места происшествия скрылся. После такого избиения 30-летний Котельников выжил. Несколько дней он находился в коме. Санавиация и мужчина был доставлен в Кировскую больницу. Сейчас следователи направили уголовное дело в суд. Михеев арестован. Судить его будут за покушение на убийство и кражу. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Она пройдет быстро. Не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Скрывает ребенка от отца. В Кирове судебные приставы разыскивают двух жителей города Смоленска. Елену Колосову и ее 7-летнего сына Михаила. Титанические усилия пришлось приложить. Пьяному виновнику ДТП, чтобы найти полис ОСАГО. Плохой шиномонтаж. Ой-ой-ой-ой-ой. Обалдеть у вас. Обалдеть, закручили. На улице Заводской у иномарки Рено на ходу отвалилось колесо. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. В Кирове судебные приставы разыскивают двух жителей города Смоленска. Елену Колосову и ее 7-летнего сына Михаила. Известно, что женщина больна туберкулезом и скрывает сына от отца. Подробности в рубрике «Внимание! Розыск». Местом жительства ребенка Колосова Михаила 2007 года рождения суд постановил признать место жительства его отца в городе Смоленске до выздоровления матери Колосовой Елены 1979 года от туберкулеза и снятия ее с учета в противотуберкулезном диспансере. Сейчас, по данным приставов, женщина больна и скрывается вместе с ребенком. Если вы знаете, где находятся эти люди, просьба сообщить информацию в дежурную часть по телефону 48-99-05 или по телефону доверия судебных приставов 38-18-04. Титанические усилия пришлось приложить пьяному водителю 14-й, чтобы найти полис ОСАГО. У питейного заведения мужчина врезался в машину охранника бара. Затем попытался скрыться на машине, но был остановлен струей слезоточивого газа. А когда приехали инспекторы, виновник аварии долго искал страховку и тем самым просто тянул время. Помогал искать документ водителю и наш корреспондент Сергей Пичугин. Водитель Павел сразу заверил инспекторов, что все документы на машину якобы у него есть. По словам охранника, пьяный Павел на своей 14-й с мистическими цифрами в номере врезался в служебные автомобили и пытался скрыться. Тем временем водитель никак не мог вспомнить, где его страховка. Сначала он поискал в карманах, затем в портмоне, потом продолжил поиск в машине. Водитель Павел на ощупь находил в салоне авто предметы и протягивал их инспектору, уверяя, что именно это страховка. Вслед за батоном водитель достал и пакет с инструментом. Через минуту Павел протянул еще один пакет, где, по его мнению, точно лежит страховка. В качестве доказательства Павел достал из пакета с его слов страховой полис и показал его полицейским. Если верить водителю, вожделенный документ находится внутри контейнера для еды. Поиски инспекторам пришлось прекратить. Водителя ждет лишения прав и штраф. Ниссан охраны почти не пострадал, поэтому, скорее всего, Павлу не придется ремонтировать чужой автомобиль. Сергей Пичугин, место происшествия. На улице Заводской у иномарки Рено на ходу отвалилось колесо. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Заводской регистратор зафиксировал последствия плохого шиномонтажа. По словам автора видео, автомобиль Рено ехал небыстро, поэтому ни водитель, ни другие участники движения не пострадали. На улице Карла Маркса водитель иномарки на пешеходном переходе сбил школьницу. Впрочем, удар получился не сильный, девочка даже не упала. После ДТП она ударила по капоту машины и стала разговаривать с водителем. Вызывать на место аварии инспекторов участники инцидента, скорее всего, не стали. В слободе сошений водитель Ауди едва не сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком. На кадрах видно, водитель иномарки в последний момент увидел пешеходов и начал тормозить. Впрочем, аварии было бы не избежать, если бы люди сами вовремя не остановились. На улице Щерса водитель Нивы поторопился с маневром и чуть не попал под удар троллейбуса. На трассе Киров-Уржум водителю автомобиля с камерой крупно повезло. Он едва не спровоцировал лобовое столкновение. На перекрестке улиц Воровского и Октябрьского проспекта водитель Ларгуса проехал на красный сигнал светофора. Очевидцы дождались зеленого сигнала, догнали Лихача и решили ему, что называется, намекнуть о нарушении. Но Лихач вел себя неадекватно. Водители пассажира автомобиля с камеры решили, что водитель Ларгуса пьян. Впрочем, в полицию очевидцы звонить не стали. У перекрестка с улицы Ленина Ларгус подрезал машину с регистратором. До драки дела не дошло. Молодые люди кавказской внешности сели в Ларгус без номеров и уехали по встречной полосе. Михаил Вагин. Место происшествия. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте «Место происшествия Киров». В студии для вас работал Михаил Вагин. Будьте внимательны и осторожны. И увидимся на Первом городском.